Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Олеся Липина, бизнес-тренер. Сегодня у нас будет необычный диалог. Я войду в роль женщины, политика и бизнесмена, чтобы она, как бизнес-тренер, помогла мне справиться с моими проблемами, вопросами. Да? Да. Я, в общем, хочу попробовать, потому что у многих есть впечатление, что коммуникация, эффективная коммуникация – это вещь такая абстрактная, и она не каждому пригодится, а, может быть, кому-то только, кто занимается исключительно пиаром, например, в качестве, как вариант. Но вот сейчас попробуем из жизни брать примеры, чтобы люди видели, что эффективные коммуникации нужны каждому. Отлично. Итак, я женщина, одинокая женщина, хочу найти себе мужа, жениха. Ну, как это всегда насущная проблема. Вот как же мне привлечь внимание как можно большего количества мужчин? Что надо делать мне вообще, в какую сторону начать разбираться? У меня недавно пришла такая смс на телефон, мол, Олеся, ты женихов не подбираешь? Нет, я, в общем, этим вопросом вообще не занимаюсь. Дело в том, что общение, одна из высших ступеней, это как раз общение между представителями разных полов. Вот меня интересует непосредственно сам этот продукт общения. И поэтому эта тема вызывает интерес. Вот как привлечь, например, женщине внимание противоположного пола? Я не знаю, в курсе ли или нет, но есть такая психологическая особенность. Чтобы привлечь внимание, нужно мужчинам, на самом деле, о чем-либо попросить. Конечно, нужно выглядеть ярко, но не как попугая. Ну, так, чтобы тебя заметили, потому что если ты идешь в мешковине в какой-то, то это не вызывает интереса ни у кого. У людей, даже того, с кем-то одного пола, у женщин, это не вызывает интереса. И привлекая внимание мужчины, например, нужно просто придумать, о чем бы этого мужчинам попросить. Например, у меня есть такой тренинг, где одно из упражнений – это попросить мужчину разобраться в вашем сотовом телефоне. И вы подходите в кафе или не подходите, а просто как-то так между делом задаете вопрос, кто может помочь мне разобраться, вот здесь в моем айфоне купила новый или там не могу подключиться к Wi-Fi. Мужчине очень важно сочувствовать себя героем, проявить свою силу. Женщины современные не дают возможности зачастую этого сделать. И когда вот мы с просьбой начинаем, мы привлекаем таким образом к себе внимание. «Слабая, беззащитная девочка, надо пожалеть». То есть им нравится, да, когда их о чем-то просят, они чувствуют себя нужными, правильно, да? Я не могу за всех мужчин отвечать, но я могу отвечать за тех женщин, которые приходят на эти тренинги. И когда мне предлагаешь вот такое упражнение использовать для того, чтобы поменять модель отношений, модель общения с противоположным полом, ну, потом уже отзывы идут, говорят, да, вот, например, в частности, такое упражнение очень хорошо себя проявило. Ага. А если я вот уже давно, я опять-таки вот женщина, я давно уже со своим мужчиной пытаюсь что-то наладить, и вот мне все еще не хватает внимания, то как поступить? Можно и тут начинать просить его, да? Так, исходя из опыта общения с женщинами, которые уже долгую жизнь прожили с мужчинами, мы вот проводили недавно круглый стол, где как раз приходили многодетные мамы, рассказывали о том, как они общаются со своей второй половинкой. Ну, там вот, чтобы не наступили серые будни, женщина очень часто, мужчина, там, например, предоставляет право заниматься тем, чем он хочет. Опять-таки, не навязывая свою точку зрения, и сосредотачиваются женщины в основном на воспитании детей. Ну, а конкретно вот те женщины, которые ко мне приходили, например, было состояние у одной развода, и женщина захотела вернуть все так, как было раньше, как было в молодости. И, в общем, есть одна из технологий, она связана с тем, что нужно восстановить прекрасный момент в памяти. Вот, и мы снимали фильм о тех прекрасных моментах молодости, вот, когда они только познакомились. И мужчины прислушиваются к мнению человека, мужчины, который для него является авторитетом. И вот этот фильм с прекрасными воспоминаниями не жена ему там на флешке показывала, предоставляла, а вот авторитетное лицо – тот мужчина, которому наш герой доверял. Ну, это вот вы видите, все так достаточно сложно. Это в обывательской жизни нет даже времени. Хитрые женщины. Ну, почему хитрые, умные? Ведающие женщины. Это имеет большое значение. Ну, почему бы этим не позаниматься, правильно, и в этом не разобраться? Мы постоянно работаем, постоянно спешим, постоянно соответствуем каким-то шаблонам. Надо когда-то остановиться, задуматься, а как правильно, так, чтобы обеим сторонам было хорошо. Ведь мужчина от этого не страдает, он только испытывает удовольствие. Мужчины кажутся только, да, может быть, такими вот суровыми, грубыми. Может быть, они очень нежные создания? Ну, я не могу сказать, что мужчины нежные. Нет, мужчина, конечно, настоящий мужчина, он прежде всего силен. Силен над своим духом, своим умом, своими идеями непосредственно. Но то, что мужчина, прожив, как и женщина, определенный период времени перестает меньше доверять, это факт налицо. Я думаю, не нужно там иметь симпиадий в обувь, чтобы об этом догадываться. И мужчина, он, как бы, вы знаете, ведь женщина в 7 раз вносливе. Вот и физически, и психологически. Женщина – коммуникатор. У женщины работают между собой очень быстро левое и правое полушария. Вот мы с вами, видите, как быстро сейчас общаемся. Мужчины немножко здесь в этом плане сложнее, зато они не обладают географическим кретинизмом, как у нас. Они отлично там разбираются в картах, в стратегии, в планировании и так далее. Это тоже свои определенные плюсы. И мужчинам просто нужно больше времени для того, чтобы в отношениях, при вознаглавлении отношений, начать доверять. Чего хотят мужчины? Что им нужно вообще? В каждом возрасте каждый мужчина хочет разного. В 20 лет этот мужчина, конечно, хочет попробовать себя среди девушек прекрасных, выбрать себе будущую супругу, невесту. Это правильно так и должно быть? Он силен, в общем, физиологически прежде всего. Чем больше внимания привлечет, тем лучше. Тем он больше себя, конечно, ощущает именно лидером. Каждый человек стремится к развитию и к желанию ощутить себя лидером. Это нормально. Потом мужчина уже в 30-летнем возрасте понимает, что он достиг определенного в этом плане взаимоотношения с женщинами успеха. И он хочет финансового благосостояния, себя обезопасить. В 40 лет мужчина, ну здесь прежде всего нормальный мужчина, который не был травм психологических в общении с женщинами и в зарабатывании денег. В 40-летний нормальный мужчина, он прежде всего заботится о сохранении своей семьи, семейных ценностей. Он наслаждается тем, что выросли дети, что жена красавица, умница. И он получает от жизни удовольствие. Ну и самый мой любимый, кстати, возраст. 50-летний мужчина, вот мужчина в 50 лет, это после 50 лет, это вот мужчина, который уже начинает к женщине относиться с уважением. Который видит в женщине не только сексуальный объект, который видит в работе не только источник своего финансового благополучия. Это мужчина, который о духовной стороне вопроса начинает активно заботиться, заботиться о своем здоровье. И, кстати, мужчина в 50 лет, он будет выбирать женщину не ту, которая, ну скажем, молодая и красивая. Так как многие говорят, вот седина в бороду без ребру. Нет, мужчина после 50 выбирает ту женщину, которая будет заботиться о его здоровье. Итак, теперь давайте я перевоплощусь в бизнесмена. Я 40-летний бизнесмен, я уже давно в бизнесе, развивался по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, но вот, в общем-то, делами занимаюсь я давно. И вот сейчас меня как никогда начал волновать все-таки вопрос продаж. Что-то было, были спады, были подъемы, но вот сейчас опять мы в каком-то провальном состоянии, что делать? На сегодняшний момент, когда мы на работу принимаем менеджеров, нужно смотреть на их мышление, потому что меняется технология, и у менеджера меняется мышление. Мышление сегодня очень тесно связано с интернетом, вот и опять-таки эти самые коммуникации. Чем быстрее менеджер начинает соображать, так говорить лучше, говорить красивее, убедительно, тем больше он дает оснований поверить ему, что он осуществит высокую продажу. Оборотов больше сделает. К сожалению, у нас многие менеджеры умеют разговаривать только на уровне седьмого класса. И очень часто, когда я начинаю с менеджерами общаться, их там учить, переучивать, это связано с развитием речи, вот как таковым. Вы, например, можете ко мне прийти, вот, да, и мне показать, кто о чем думает, кто чем занимается из моих продажников, правильно? И поможете мне с ними разобраться. Для этого, конечно, есть специальное анкетирование, вот, разработаны методики, они должны будут заполнить анкеты, ответить на определенные вопросы. Вопросы скрытые, они неявные, но эти вопросы позволяют выяснить мотивацию, явную мотивацию человека. Итак, можно теперь я стану политиком, да? Да. Это всегда актуально, без конца проходят выборы, законы, незаконы, все вот это вот, постоянно мы с ней взаимосвязаны. И если я политик, то как мне надо себя представлять моим избирателям, например, чтобы они меня услышали, поняли, мои вопросы, проблемы и мою вообще позицию? И, конечно же, политику прежде всего важно до избирателя достучаться, правильно обозначить свою проблему, свой вопрос так, чтобы не было разночтений. И здесь важно оперировать фактами, оперировать цифрами. Многие политики привыкли говорить обтекаемо. Но вот это, вы знаете, из области, у нас есть ряд политиков, которые читают книги а-ля «Психологическое айкидо» и думают, что они все знают. Это неправильно. Я против «Психологического айкидо», я могу объяснить, почему. «Психологическое айкидо», оно подразумевает погашение конфликтов, ухода от конфликтов. Но это эффект страуса. На самом деле, если в самом человеке, в самом политике есть конфликт, то его нужно проговаривать. Иначе ты остаешься с вот этой непроговоренной энергией, с обманом каким-то определенным. Ты же не сказал правду, не сказал честно. Ты остаешься вещью в себе. И у тебя там внутри все это ходит, и как энергия слова тебя это разлагает, как человек с нравственной точки зрения. Поэтому, на мой взгляд, один из приемов политической коммуникации состоит в том, чтобы давать правду, но так, чтобы она всеми воспринималась адекватно. Скажите, все вот это, о чем мы говорим, вообще появляется ли в СМИ, чтобы люди могли как-то узнать, как справиться с женскими проблемами, с бизнес-идеями и с политическими взглядами? Или все-таки что-то должно быть скрыто от журналистики, чтобы не все могли это прочитать? Конечно, там, скажем, столичные журналисты, они эти приемы применяют из маркетинга. И приемы отлично хорошо работают, они убеждают, они вызывают эмоцию, потому что одна из функций языка – это же вызвать в том числе и эмоцию. Но очень часто, к сожалению, у нас в журналистику приходят люди из ниоткуда. Ну вот я умею говорить, я умею писать предложения, связанные более-менее. Я хочу вести погоду. Я хочу вести погоду, я хочу вести рубрику, заметку и так далее. И вот там потом уже начинают, абсолютно не зная приемов, воздействия, влияния, сообщения, информации, создавать текст, создавать продукты. Когда ты читаешь, тебе просто скучно, неинтересно. Ты видишь, ну я лично с профессиональной точки зрения вижу, что это создано обывателем, это не создано тем, кто разбирается в языковых коммуникациях. Ну вот, например, что может быть критерием того, что человек, скажем, знает психотехнику убеждения. Он может использовать какие-то ключевые слова. Там гарантирую, причина, там сегодня-завтра есть такой прием. Мы когда читаем статьи, мы, к сожалению, видим разговорные даже фразы. Я не знаю, можно ли эти фразы даже употреблять сейчас вот в эфире. Но я недавно прочитала в одной рязанской газете заметку. И такое ощущение, что человек только вчера вернулся из мест не столь отдалённых и написал эту заметку. Получается, вы и в этом прекрасно разбираетесь. И журналистов могли бы чему-то научить тоже, да? Вы во всём, мне кажется. А, я скажу по секрету. Ну я кандидат наук. В общем, у меня методика обучения русскому языку, это моя основная специальность была. И я продолжаю ею заниматься. Я скажу по секрету. Вот тоже здесь сейчас будет премьера. У меня когда-то, два года назад, была мечта создать свою школу журналистики. Я её сделала. В Москве она запущена. Вот. Пока юридически на меня она не оформлена. Она на базе образовательного учреждения. Но приходят люди, приходят студенты. Все юноши молодые. Интересно. Юноши? Я пытаюсь до них как раз-таки донести свои авторские методики. Что получится, увидим. Но я думаю, даже неплохо получится. Вам надо уже серию книг, наверное, выпускать обо всём об этом. О женщинах, о бизнесе, о журналистике. Есть такая идея, может? У меня есть книга «Выйти замуж за 15 минут». Она была написана на основе, опять-таки, вот того опыта, который был получен у меня как у тренера при общении с девушками. Потому что девчонки все у меня, большинство, повыходило замуж. Вот недавно девушке даже одной вручили кольцо, которое она хотела. Да, всё классно. Прямо какое хотела? Да, какое хотела. Я больше даже скажу, что когда у меня возникают какие-то проблемы в коммуникациях, я тоже нуждаюсь в поддержке. Да, то есть тренеру тоже нужен тренер. Да. И я вот звоню своим ученицам уже и говорю, так, давайте, поддержите меня, пожалуйста, заставьте меня вот так поступить. Да, не иначе, потому что, ну, трудно. Мозг же работает всегда по заданному шаблону. Трудно вот с этих рельсов вот это своё мышление сбить. Я надеюсь, что зрители узнали для себя определённо что-то новое. И мы рады будем видеть вас в наших следующих эфирах. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова